Приветствую вас. Правда заключается в определенных нюансах, можно так сказать. То есть, правда заключается в определенных аспектах ваших отношений. Что это значит? Ну, например, вы терпели или может быть имеет смысл сказать продолжаете терпеть отношения вашей жизни. Хотя оно вам не нравится. Вероятно. Это первое. То есть, если вы терпите отношения с женой, которая вам не нравится, вне зависимости от того, откуда оно делось, то это уже, по сути, это уже предательство себя. То есть, вы уже продаете себя в этот момент, когда терпите подобное. Следующее. Значит, вы читаете переписку и оцениваете ее действие. Это свидетельствует об отсутствии доверия. Либо с вашей страны, либо Нижневаном. И, собственно, это определенная сложность. В этом определенная сложность заключается. Отсутствие доверия означает отсутствие доверия к себе. Ну, то есть, у вас как бы нет доверия. Как к самому себе получается. И вот она ключевая проблема. Нужно сказать, что вы выбрали себе вот такую женщину, которая относится к вам так, как вы считаете. Ну, ненормально, как вы считаете, неправильно, да. Но вы терпите ее такое отношение. И это вопрос к вам. Вот. Вы не доверяете себе. И, соответственно, не уважаете, получается, свои личные границы. Если ситуация такая, если ситуация выглядит так, то в таком случае, да, ваша жена не сильно не права, говоря о том, что вы нарушили ее личные границы. Это право. И, соответственно, тут, тут вот, ну, тут вот такая история. Правда, она в нюансах определенных есть. И вам, ну, вот, крайне нужно, крайне важно на это обратиться. Обратить свое внимание. Вот. Искать правду, если ее искать, не имеет смысла вот прислушиваться к, ну, к себе, да, это важно. И позволять, ну, следовать себе своим чувствам. Это необходимо. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. А, попытки найти правду, они вам, в принципе, ну, ничего хорошего не дадут. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Удачи.